Здравствуйте, мои дорогие друзья! В прошлый раз мы побывали с вами на выставке бижутерии от винтажа до наших дней, проходившей на Тишинке. На мой взгляд, это лучшая выставка бижутерии, которая проходит в Москве. И она проходит, я поправлю здесь, всего три раза в год, а не четыре. И вы познакомились с прекрасным брендом Пинки Винки, хотя вы его знали и до этого. У меня многие из вас спрашивают, а кто носит и продаются ли Пинки Винки? Пинки Винки считается очень модный бренд, и в нем ходят все московские модницы. Меня настолько вдохновила выставка и работы, представленные на ней замечательных дизайнеров, что по пришествию домой я постаралась сделать бусы. Я вам уже показывала, что у меня были такие голубые бусы, которые напоминали бирюзу, хотя это и крашеный гавлит. И я решила сделать. И до этого я купила и фурнитуру, и не только одну нитку, а много решила использовать. У меня были другие камни. В общем, я так загорела, что сделала вот такое вот украшение. Посмотрите, какая здесь чудесная фурнитура. Здесь дорогая, хорошая, качественная фурнитура. И, в общем, очень хорошо все получилось, но мне не хватило застежки. Казалось бы, мелочь, но вот не хватило. Я побежала за ней на следующую выставку. И я направилась на следующую выставку, которая проходила там же, на Тишинке. Но она уже называлась «Новогодняя атмосфера творчества». Вы видите, как все здесь красиво наряжено как раз предновогодним, чтобы создать предновогоднее настроение. И здесь можно было найти и авторские работы с полимерной глиной и пластика, и авторскую бижутерию, и роспись по дереву, стеклу, ткани, пэтчверк, вышивка, валяние, изделия из фетра, бисероплетение, вязание на спицах крючков, скраббукинг, домашний декор, флористика, свечи, мыло, косметику ручной работы. Ну, в общем, все-все, что можно сделать своими руками. И в том числе, конечно, я-то шла за фурнитурой. Была здесь представлена очень красивая фурнитура. Меня очень заинтересовал вот этот стенд. Посмотрите, какие замечательные игрушки, подарки новогодние, какие-то статуэтки. Ну, в общем, все это очень забавно, весело и с таким, каким-то в современном стиле, с каким-то техническим моментом. Да, вот сразу посмотрите, не кажется ли вам, что вот чувствуется, что это автор, именно мужчина представленный. Посмотрите внимательно, правда? Хотя здесь и в туфельке крутится там что-то такое, то есть элементы женские есть. Но все настолько сделано, вот мне кажется, с мужским характером, хотя очень забавно. И мне очень понравились еще вот эти забавные кошельки-легушечки, которые вы сейчас увидите. Ну, просто вообще замечательные. В общем, красота. Ну, вот решила заснять и познакомиться с автором. И действительно, автор этих забавных поделок – мужчина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok